Сегодня поговорим о главных скрытых причинах выпадения волос. Смотрите, это интересно. Не знаю, слышали ли вы о витамине H, но его другое название — биотин. Когда в организме не хватает биотина, начинается выпадение волос, и особенно аллопеция. Далее, волосы могут начать редеть. Ещё могут быть ломкие ногти и кожная сыпь. Может быть шелушащаяся чешуйчатая кожа. Может произойти потеря цвета волос, слабая депрессия, мышечная боль или крайняя усталость. В остальном вы совершенно здоровы. Это был сарказм. Биотин действует как кофактор или помощник. Это один из витаминов группы В для определённых ферментов, особенно для кожи и для волос, а также для создания определённых незаменимых жиров в тканях организма. Это всё, конечно, интересно, но очень важно знать, почему у вас может быть дефицит биотина. Возникает вопрос. Может, биотина не хватает в вашем рационе? Скорее всего, дело не в этом, потому что биотин содержится во многих продуктах. В миндале, яйцах, луке, помидорах, арахисе, лососёвых, салате латук, цветной капусте и во многих других продуктах. Или, возможно, вы едите слишком много сырых яиц. Когда вы едите сырые яйца, и я говорю про яичный белок, в них есть определённое вещество, которое блокирует усвоение биотина. Но для этого нужно потреблять хотя бы от 6 до 8 сырых яиц каждый день на протяжении нескольких месяцев. Самая большая причина, по которой в организме может быть дефицит биотина, — это нехватка полезных кишечных бактерий. Ведь эти бактерии производят определённые питательные вещества, особенно биотин. Поэтому, если вы принимали антибиотики, и они уничтожили ваши полезные бактерии, и вы их не восстановили, то это могло вызвать дефицит биотина. Если в организме нет полезных бактерий, это приведёт к чрезмерному росту вредных бактерий и колопеции. Это одна причина. Другая причина — нарушение усвоения. Организм не может усвоить биотин в тонкой кишке. Это может быть из-за синдрома раздражённого кишечника, целиакии, болезни крона, какого-либо активного воспаления, оставившего рубцовую ткань, и теперь биотин не усваивается. Ещё это объясняет, почему люди принимают биотин в качестве добавки. И волосы внезапно начинают расти, густеть, кожа начинает хорошо выглядеть. Рацион-то у них нормальный. Проблема в том, что они не могут его усвоить из-за повреждений в ЖКТ, и им нужно принимать больше биотина, чтобы достичь нужного эффекта. Или же у них дисбаланс микрофлоры, и они не могут произвести достаточно биотина, и им нужно больше. Поэтому, если у вас выпадают волосы, и вы уже всё перепробовали, микроэлементы, высококачественный белок, витамины группы В, то вам может просто не хватать биотина. Его можно принимать в качестве добавки. Или же вам нужно поддержать полезные бактерии, начав принимать больше пробиотиков. Если вы ещё не видели моё видео про выпадение волос, вот ссылка. Посмотрите.